ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какая машина у вас? Сколько человек мы выключили? В течение полной часы к вам подъедет машина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снежная стихия кружит вокруг вас в зловещем танце. Дорога, поле битвы, которую вы уже начали проигрывать. Звонок на 112. Единственная надежда на спасение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но в мучительном ожидании минута вечность, что неспешно тая, крадет ваши шансы на выживание. Нужно срочно действовать. В следующее мгновение вы принимаете решение. Но окажется ли оно верно? Снежные ловушки на трассах – явление, хорошо знакомое, десяткам тысяч казахстанцев. Из года в год пренебрежение сигналами об опасности едва не стоит жизни сотням людей. Например, я сейчас нахожусь в чрезвычайной ситуации. МЧС для меня что делает? Вот скажите. Что делает для меня МЧС? Во избежание чрезвычайной ситуации. Вот у меня чрезвычайная, у меня лично, у меня чрезвычайная ситуация. Ноги мокрые. Ничего не делает. Скандалы, угрозы и оскорбления. Обычные реакции водителей на сообщения о закрытии трассы. Нередки здесь и театрализованные представления. Молодой парень 87-го года рождения поставил свою машину поперек встречной полосы, тем самым ограничил движение спецтехники дорожно-коммунальным службам, машинам. И попытались мы его убрать. Он вышел из своей машины, начал препятствовать эвакуации транспорта, подставляя ногу под колеса и играя на публику, что вот машина совершила наезд на него. Некоторые лица умудряются угрожать нам, из толпы кричать, что мы сейчас сожгем вашу машину, проткнем колеса, уберите машины. Спасатели разводят руками. Закрытые дороги для некоторых автовладельцев не преграда. Запреты для них, как вызов, ухитряются обойти и посты окольными путями, и патрульные машины. Вот только далеко уехать так и не получается. Спасатели, бывают машины, когда вызволяют из этих снежных зоносов, спасают же этих людей, говорят, почему-то вы выехали. Вы получили по 112 предупреждение о том, что будет штормовое предупреждение, что непогода, бураны. Да, получали. Ну, выехали, думали, на авось проскочим. Молочная пелена – все, что доступно взору. Остановиться и переждать, казалось бы, правильное решение. Но правильно ли его исполнение? Он должен убрать свою машину при возможности на безопасное место. Салон автомобиля заменил вам уют родного дома. Вас клонит ко сну. Только ли усталость от пережитого манит вас в мир грез? Автотранспорт нужно развернуть капотом к ветру, для того, чтобы выхлопные газы не попадали в салон. В противном случае выхлопные газы через печку попадут в салон и чревато последствиями это отравление угарным газом. Резкий хлопок. Издаст жалобный стон, ваш автомобиль словно прирос к наледи. В надежде быстро разобраться с поломкой, вы покидаете салон. Как показывает практика, происходит ДТП. Все с машины, пассажиры все вылезли. В конечном итоге это создается угроза непосредственно им самим, так и окружающим. Потому что водителю машину остановить очень трудно. в условиях ограниченной видимости 50-30 метров практически невозможно. Нужно всегда находиться на обочине, на безопасном месте. Обязательно иметь знак аварийный, расположить его в 20-30 метрах от автомобиля, чтобы не создать аварийную ситуацию на трассе для других автомашин. Какой-нибудь флагшток или какую-нибудь длинную палку. Если машину заносит снегом, чтобы могли обозначить, чтобы ее было видно с расстояния. И яркую тряпку привязать на конец той же самой палки. Если, конечно, начинает буран и забивать дверь, нужно от времени от времени хотя бы одну дверь открывать, чтобы она вас вообще не забила и не заблокировала внутри. Прогрев двигателя народными методами весьма популярен. Да и в экстремальных условиях выбирать не приходится. По крайней мере, сейчас вы в этом уверены. Что заставит вас думать иначе? Люди выбирают тот способ, у кого есть лампа, поставить ее снизу, двигатель поддерживать на определенной теплой температуре. Это может привести к пожару. За 3-5 минут она сгорает до тла. Лишенный жизни автомобиль перестал быть надежным укрытием. Поиск нового приюта кажется лучшим решением. Но уверенность покидает вас с каждым шагом в неизвестность. При таких погодных условиях легко потерять ориентир. То направление, куда вы идете, вы можете легко с него сбиться. Тем самым вы еще можете не добраться до своего автомобиля. Нельзя выходить с машины, если вы оказались в таких погодных условиях. В этом году 67 человек у нас побывали в пункте Багрева. В данный момент сейчас у нас находятся люди, выехавшие из Кашшитово, по пути Астану, остановились. Здесь у нас столовая. 24 часа в сутки, так как у нас есть вахтеры, у нас есть обслуживающий персонал. Можем обеспечивать круглосуточно горячим питанием. Горячее питание не единственное, чем обеспечивают подобные пункты. Пострадавшим предлагаются бесплатный ночлег и помощь медика. И таких точек по всей стране более сотни на каждую область. При этом полезная привычка возить с собой в машине тревожный чемоданчик может выручить вас в любое время. Спасатели советуют включить в него комплект теплой одежды, запас еды, свечи, которые помогут обогреть салон в случае, если закончится топливо, лопата и трос. Пережить снежный плен и выйти из смертельной ситуации победителем опыт, который перевернет вашу жизнь, а возможно и сделает сильнее. Но резонен вопрос, так ли он вам нужен, чтобы подвергать себя риску. Отправляясь в долгую зимнюю дорогу, помните, свою судьбу вы выбираете сами. Редактор субтитров А.Семкин